Казанский императорский университет В Казанских университет были образованы известные научные школы и сделаны выдающиеся открытия. Здесь Николай Лобачевский разработал неевклидовую геометрию, Карл Клаус открыл химический элемент рутений, Александр Бутлеров предложил теории строения органических соединений, Евгений Завойский открыл электронный парамагнитный резонанс. В 2010 году Казанский университет получил статус федерального, а в его состав включили еще шесть вузов Татарстана. Численность студентов возросла с 10 до 44 тысяч человек. Именно в этот момент в состав Казанского университета были включены и два педагогических вуза, что дало мощный импульс развитию педагогического образования в КФУ. На базе университета открылся Институт психологии и образования, в котором на сегодня обучаются более двух с половиной тысяч студентов. Педагогическое образование в последние годы оказалось на периферии образовательной системы нашей страны. Казанский федеральный университет представляет собой уникальный пример того, когда присоединение двух педагогических университетов к федеральному университету позволило трансформировать систему подготовки учителей и придать ей новый импульс. Более того, в Казанском федеральном университете подготовка учителей с 2016 года стала одним из четырех приоритетных направлений развития. Объединение классического университета с двумя педагогическими открыло уникальные возможности для подготовки учителей. Теперь студентов обучают не только по классической системе, но и по распределенной. То есть учителей-предметников теперь готовят в профильных институтах. Совместная работа структурных подразделений Казанского федерального университета, психологов образовательных организаций, руководителей практики от образовательных организаций, учителей-предметников, самих магистрантов позволяет нам получить особый, я бы даже сказала, синергетический эффект от нашей совместной деятельности. Наши магистранты преуспевают в разработке, организации и оценке новых проектов, связанных с образовательной деятельностью. Наши магистранты осуществляют качественный научно-исследовательский поиск с порождением нового знания. Наши магистранты умело управляют образовательным процессом. Важным элементом подготовки специалистов в Институте психологии образования является практика. Прежде всего, эта работа непосредственно в школах, а также на различных трансляционных площадках внутри университета. Практическая подготовка проводится в лучших учреждениях города Казани образовательных, в лучших школах, таких как IT-лицей, IT-лобачевского, 6-я гимназия и ряд других школ города Казани. Необходимо отметить, что IT-лицей и лицеи имени Лобачевского являются структурными подразделениями Казанского федерального университета. Прежде чем отправить студентов на практику в школу, их готовят к работе с детьми в так называемых творческих мастерских, где будущие учителя-предметники составляют программу своих уроков. В этом году созданы творческие мастерские по физике, где мы готовим студентов, подготавливаем их к педагогической практике, к работе в школе. Творческие мастерские, они по-своему уникальны. Здесь студенты творят физику, они выполняют лабораторные работы, сочиняют эти лабораторные работы, потом они делятся своим мастерством, своими успехами. Для тех же, кто готовится к работе с совсем маленькими детьми в Институте психологии и образования, создан Центр практик дошкольного и начального образования. Бакалавры и магистры уже в настоящее время имеют такую возможность работать и быть в реальной ситуации начальной школы и детского сада. Данный Центр, он состоит из небольших кабинетов, в которых наши студенты проводят занятия, отрабатывая все современные технологии и методики, связанные с начальной школой и с дошкольным образовательным заведением. Это такие технологии, как ведическая арифметика, ментальная арифметика. Это такие технологии, которые связаны с реализацией зарубежного опыта, такие как методика Шичиды для дошкольного образования. Это, например, такая технология, которая позволяет научить современных наших студентов работе по рисованию с идеями правополушарного рисования. Казанский федеральный университет сегодня готовит преподавателей для работы во всех звеньях образования, от дошкольного до высшего. Что же касается психологического направления, то оно представлено в институте кафедрами общей, педагогической психологии, психологии личности, кафедры дефектологии и клинической психологии. Если до последнего времени мы готовили специалистов только для системы дефектологического образования, то есть мы готовили специалистов, которые будут работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья в коррекционных учреждениях, то в последние годы мы готовим специалистов для работы в общеобразовательных школах, в которые теперь уже поступают учиться дети с ограниченными возможностями здоровья. В последние годы перед нами поставили еще более серьезную задачу подготовить систему работы с детьми с тяжелыми множественными нарушениями в развитии, которые до последнего времени считались необучаемыми. Институт психологии и образования – это не только крупнообразовательный, но и научный центр. Здесь ведется множество актуальных исследований как по психологическому направлению, так и по педагогическому, а также на стыке этих направлений. В числе таких исследований – разработка программ адаптации для детей-мигрантов. Мы пришли к выводу, что, конечно, нужна и научная работа по изучению стратегий адаптации и социализации детей-мигрантов, и в том числе нужно изучать готовность современного учителя к работе с детьми-мигрантами, и в том числе систематизировать имеющиеся технологии обучения и разрабатывать новые. Данные исследования ученые КФУ ведут совместно с Университетом Майами. Также среди международных научных проектов Института психологии и образования можно отметить исследования в области мультикультурной подготовки учителей, проект по разработке модели подготовки педагогов в университете и исследования в области новых технологий обучения на базе роботизированных систем. Сейчас мы выходим со своими проектами уже на международный уровень, и тот факт, что в этом году мы вошли в топ-300 среди 50 тысяч университетов мира по education, специализируясь именно на подготовке учителей, говорит о том, что мы на верном пути. Сочетание уникальных образовательных технологий, практики, а также научной базы позволяет готовить не просто учителей, но и исследователей. Именно в таких кадрах, готовых идти в ногу со временем, сегодня и нуждается система образования. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова